Трасса 101 Приветствую в эфире Трасса 101 Владимир Сметанин не нарушает почти Руководитель ЕБДД Михаил Черников считает, что на некоторых участках российских дорог можно разрешить передвигаться с максимальной скоростью 150 км в час По мнению главного автоинспектора страны, трассу у нас местами стали лучше европейских Поэтому почему бы водителям не позволить поддать газку? Черников напомнил, что после повышения скоростного лимита на отдельных участках федеральных автотрасс со 110 до 130 км в час ничего плохого не произошло Пропускная способность увеличилась, а число ДТП нет Трасса 101 Также в ГИБДД в скором времени пообещали внедрить электронное водительское удостоверение Оно будет равноценно документу в виде обычной пластиковой карточки Соответствующие поправки необходимо будет закрепить в правилах дорожного движения Предъявлять виртуальные права инспекторам можно будет на экране смартфона Также статус официального документа должно обрести и электронные свидетельства о регистрации транспортного средства Предположительно, это произойдет в следующем году Трасса 101 Электросамокаты надо регистрировать в ГИБДД Такое мнение высказали в Совете Федерации Речь идет не обо всех электрических самокатах А о тех, что обладают солидными техническими характеристиками По части мощности мотора, емкости батареи, массы и предельной скорости Однако получение свидетельства о регистрации Это не единственное, что надо будет сделать владельцу самоката Раз это транспортное средство, предназначенное для дорог общего пользования На него придется оформлять ОСАГО и платить транспортный налог Трасса 101 Май 2022 года стал черным месяцем для российского автопрома Производство легковых авто практически остановилось В сравнении с последним месяцем весны 2021-го Машин было выпущено почти на 97% меньше, информирует Росстат Всего в мае наши заводы изготовили 3700 легковушек А за пять месяцев текущего года немногим менее 270 тысяч Для сравнения, за весь прошлый год в России было произведено 1 миллион 340 тысяч легковых автомобилей Трасса 101 Евросоюз окончательно определился с датой полного отказа от производства автомобилей с двигателем внутреннего сгорания Это 2035 год Электрическими и водородными с того момента должны стать легковые машины, а также фургоны А к 2050 году в странах ЕС вообще не должно остаться ни одного транспортного средства с выхлопной трубой Сейчас в Европе на долю электрокаров и гибридов приходится почти 20% продаж новых авто Трасса 101 И в завершении новость от нашего партнера С 30 мая по 30 июня на АЗС Движение При покупке от 20 литров бензина Ультра-92 через систему быстрых платежей Действует скидка 2 рубля с каждого литра На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова Подписывайтесь на наш телеграм-канал Трасса 101 До свидания Трасса 101 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова